всем привет 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 цвет настроения джинсовый цвет настроение синий моих любимых кроссовочках и вот такая вот у меня я думаю что когда пол думала платье такое но она слишком короткая в общем-то по джинсовый леггинсы вообще зашибись в общем сейчас хочу поехать в меркадону знаете я уже несколько дней нахожусь без сладкого знаете такую пироженка и вот я уже мечтаю об какой-нибудь пироженке прям не могу все ваши руки трястутся я сладкоежка как вы уже знаете и для меня на одних фруктах как бы и не запихать какую-нибудь печеньку это очень и стресс для организма скажем так поэтому решила заехать в меркадону хотя не собиралась но прям вот не могу сижу и мечтаю о печеньке а печеньки а пироженки даже они печеньки думаю чё блин себя мучить да правильно а то еще стресс заработаю вот заболею какой-нибудь болезнью ой не могу смех и грех лучше сожрать и не думать о ней чему-то голову калентарить цвет настроение синий холодно у нас холодно прям я сегодня думала тепло на фигушки дубак хотя показывает телефон что тепло а ветер ледяной так что едем меркадон уже потеплела представляете ведь я как на работе без волос не сижу на солнце прям вообще зашибись а на улице вот вышла в тенечке конечно прохладно машина подсад поставила тут прям за поворотом он там где у нас есть площадь церкви как называют класса дала и влесе и там у меня машина стоит рядышком мне неудобно здесь ее ставить потому что нужно весь город проезжать чтобы выехать отсюда а если там поставлю там только спустился уже на дороге такой который я как вы уже знаете работаю в одном городе а живу в другом поэтому тут 12 километров между ними цвет настроение синий вот такой тортик купила называется он там вроде как из печенья с сгущенным молоком нет с вареным с вареной сгущенкой в общем не знаю могла бы и сама конечно испечь но вы знаете во первых большой торт я хочу как бы душу отвезти червячка заморить съел и забыл а если самой делать то это очень большой нужно его кому-то нести из родственников потом потому что я не иначе я сама что-то жру уже это совершенно не нужно и в общем отведу душу и все и все пройдет купила вот такие вот кристальные эти как они называют лапшу рисовую наверное надо да рисовая лапша чтобы с моими ножками сделать мне так как у меня целая бадья уж завтра о вчера я над ним умерла он когда увидел вот так незаметно он вот так вот это нельзя есть я говорю почему нельзя можно нет то что это нельзя есть я беру такая лапка смотри как он такой отвернулся и говорит уйди вот я сейчас меня сейчас вырвет ой не могу такой ржать был вот но с макаронами сделала с вот этими будет вкусно на китайский стиль а это я сейчас положила размораживать морской салат из меркадоны который он у меня был в холодильнике поэтому вот уже рис это вчера муж готовил себе на ужин тортию де потата ну вот сегодня он ее будет доедать салатиком и груши купила еще себе вот такие тортик тортиком а фрукты тоже надо кушать так что вот так буду разогревать и нямка пришла белье вешать и знаете что я заметила что ее больше нет его тоже больше нет с нами сейчас вы все поймете видите какая чистота я по нему уже скучаю вы наверное поняли я говорю про собаку соседскую в общем дня три уже как я не слышу ни соседа ни собаки а вчера вечером думаю что как-то странно что никого нету а утром еще гремели что-то как-то кто-то гремел там у соседей везде все хлоркой воняло и вчера такая гляжу полезла сюда а там чистота такая и в общем женщина какая-то на балконе стояла походу сосед съехал или его попросили съехать там чистоту навели везде все по моему эти дни убирали вы знаете я даже не заметила когда они съехали то есть у него же были бы были какие-то вещи наверное или что как он уехал я я даже не заметила если честно я вот по собаке я просто знаю когда приходит сосед домой он пол двенадцатого ночи приходил и собака ну в общем его встречала лаем там скулила в общем ну вы знаете как собаки ждут своих хозяев так вот эти три дня он вообще не скулил не лаял то есть вообще никакой не было его не было мне даже как-то скучно обычно каждый раз как сюда поднимаюсь ему всякие вкусняшки ношу а сейчас и носить некуда чарли ему постоянно здесь зависает он целыми днями у меня на балконе ну на крыше дома холодно вот он тут греется да моя сладкая нет у тебя никого теперь гавкать так что у нас теперь нет соседа я с одной стороны знаете рада потому что в общем не не доставляла большого удовольствия ветер наблюдать за собакой который целый день один одна конечно знаете он куда-то переехал он все равно останется один дома но как говорят с глаз долой и сердце вон потому что вот если честно мне было я уже много раз говорила в своих влогах что как неприятный сосед постоянно на него орал постоянно вот летом вообще он был там на жаре в общем жалко мне было псину я даже желала того чтобы они съехали и вот они съехали все равно думая о собаке мне его так жалко здесь у него хотя бы была я и я иногда его развлекала давала ему вкусняшки а в другой куда он попадет не знаю так что вот так вот новости вот такие вот у нас ну ладно жизнь идет жизнь двигается буду белье вешать еще я не понимаю как можно жить все время с закрытыми как они называются вот эти персианы жалюзи там вот это жилой дом и у них постоянно закрыты жалюзи представляете как вот можно жить у всех не знаю я первым делом когда да никто что первым делом у меня очень редко вообще очень редко жалюзи закрыты потому что я люблю свет я люблю чтобы у меня было светло дома и жалюзи закрываю на ночь когда знаете сильный ветер чтобы вот он как бы не дул а так чтобы вот так люди здесь вообще не открывают как они живут в полной темноте постоянно это же депрессняк вообще не понимаю ладно буду дальше вешать с чарли погуляла а мусор забыла вынести вы знаете но я вышла в домашней работе ой работе в домашней одежде здесь это смотрится нормально там даже вот знаете ух ты какая кошка красивая смотрите красивый правда ой собачка маленькая то есть вот видите в пижаму ходит халате и ничего страшного такой пупсик маленький там бегает в общем и вон там мужик в пижаме то есть раньше в нашей старой квартире там бы этого не позволено было потому что там считает центральная улица и там в пижаме уже и в домашней одежде не выйдешь это все равно что знаете на красной площади выйти в не ну конечно это я загнула красная площадь там да ну сами понимаете где люди одеты нормально там в общем не выйдешь ни в чем чарли играется там наверное с другими собаками маленькими мама подслушиваю разговор в общем а здесь ничего страшного в принципе у меня не в пижаме я сейчас домой покажу вам покажу это мне не пижама никакая а просто такая теплая кофта я даже сегодня не сняла водолазку она термо у меня в ней тепло и знаете было даже жарко пока я сериал смотрела ну ничего нормально я же под пледиком еще сижу и вот вышли мусор вынести а чарли рад ему на улицу лишний раз выйти только только в радость вот такие вот у нас пироги уже стемнел но очень тепло знаете когда нет ветра всегда хорошая погода как только ветер холодный ветер после а вот два дня последний он ледяной где машина осталась я же ее где-то здесь оставляла не помню где машина осталась прикол или на ней муж уехал что-то я не понимаю я его тут оставляла слушайте сейчас что-то я уже запомнилствовала он собирался в гранату ехать типа на моей машине точно а там бензина нет он поехал на моей думаю что у меня бензин есть а где тогда его очень странная ситуация что машина потеряла слушайте ну надо спросить в общем он мне прислался смс-ку что он думал он наверное точно на моей уехал а я не заметила он просто говорит да что мне ему пришлось остановиться и заправлять машину но я не доперла что это в мою машину заправлял тогда где другая просто не обратила внимание все потеряла машину только бывает и такое сейчас в нем мама видите он привык пешком ходить мне пешком уже не охота сегодня уже не охота сегодня не так уже выходить красиво маракази вот видите совершенно не пижама обычные спортивные штаны теплая кофта такая с карманами она мне кстати была короткие рукава но я же умная девочка я нашла в китайском носки вот такого же почти цвета отрезала от них ну вот видите заметно и пришила на машинке ой тут дома нет никого он думает что муж дома кинусь та нось та папе кинусь та бегай бегай а и стуки нось та тележку надо тоже машину оттащить в общем отрезала и пришила к рукавам и все у меня замечательно я люблю когда рукава узкие и чего ты чего ты хочешь скажи мам что ты хватит болтать дай мне вкусняшку иногда мне кажется что он на улицу ходит только ради того чтобы прийти домой и ему дали вкусняшку какую-нибудь сейчас чаю себе сделаю слушайте ну сейчас пойду смс-ку отправлю по ватсапу что он на моей машине уехал а что нет а как уехал что даже домой не зашел и сразу уехал очень странная ситуация очень странная сейчас ему отошлю смс-ку и спросим вы что куда ты где ты а в финале ты давал мне кочьи прикол если нет Ой, не могу Пойду чай сделаю Травяной какой-нибудь Вот так вот, представляете Вынесла мусор Заварила чаек себе Шиповником который И ананас порезала Я уже его там половину Ну не половину, а все, что осталось Спрятала Я всегда чищу и в холодильник кладу Блин, он такой вкусный Такой сладкий вообще Бедный, что спелый Еще бы день и он бы уже начал портиться Поэтому говорю, надо его порезать Почистить И ням-кать, это мой ужин Время 7 Такой сладкий Я стараюсь Ананасы не есть вот так губами У меня от него аллергия У меня потом покалывание во рту А если я вот тут вот Как бы дотрагиваюсь ананас То у меня трещины появляются От ананаса У вас такое бывает Я знаю, что у меня у одной подруги Тоже такое есть И сейчас, знаете, такое покалывание Как вот после стекловаты Когда трогаешь Я когда-то в детстве Имела глупость потрогать И поэтому пытаюсь есть Конечно, надо на кусок поменьше Чтоб губы не трогали у меня Ананас Иначе потом все пипец Вот так вот Ужинаю И чаек Ну, чайка еще будет Кружки две Разного Травяной Чай зеленый или черный Я пью только до трех Потом я не усну Не знаю Некоторые, знаете, говорят Не действуют на них Ни кофеин, ни таин Я нет Если я выпью В это время сейчас нормальный чай Или кофе То все, пипец Я не усну От кофе вообще Меня будоражит так Что говорят Что типа Вот ученые выяснили Что кофеин Не повышает давление Не знаю Как там ученые Но на себе проверено Мне еще как повышает И потом сердце Начинает отколотиться Поэтому мне кофеин Не очень Раньше пила Ну, раньше мне год Лет было намного меньше И пила Кофе Но, знаете Она мне никогда не нравилась Я его пила Из-за того Что я и сейчас могу В кафе Выпить, например Кофе с молоком Запросто Но, чтобы так Особого восторга От него Я не воспринимаю То есть Если он мне не нравится Как бы я от него не тащусь То и нафиг мне его пить Тем более Он мне если давление повышает То зачем мне пить Кстати, давление у меня Повышено с детства Так что Не надо говорить Что там Не знаю о чем Что там вес Или что там еще Что-то Давление у меня повышено С детства Всегда было Просто в детстве Знаете В детстве В юношестве Врачи Никак не особо Этому придавали Значение Ну типа Как это у молодой И давление Ну так вот У меня всегда было Сейчас на таблетках сижу Ничего страшного Так на таблетках сидят От давления Не знаю Уже очень много людей У нас это Как говорится Наследственное Я насколько помню Моей бабушке Дедушке Всегда было давление Они всегда эти таблетки пили И тут у нас У родственников Тоже очень много Хуже знаете Ходить вот так вот Просто у меня как проявляется У меня начинает болеть Златылочная часть Иногда вижу звездочки В глазах В общем и чувствуешь себя Вот как-то не знаю Ну кто у кого давление Тот знает Прям все голова кружится И просто вот я пошла к врачу Думаю Чего страдать Ну и что тут такого Что молодая И у тебя давление Знаете Даже было как-то стыдно Да Типа вот Такая молодая Уже вся больная Ну где вся Только давление Больше ничего не болит Вот Но потом думаю Ну нафиг Лучше блин Выпить таблетку Чувствовать себя нормально Чем стыдиться Что у тебя там В 20 лет А ты уже таблетки От давления пьешь Ни склероз же Ни альцхеймер В общем Я так думаю А у вас давление Повышенное Пониженное Какое у вас давление Вы вообще молодая Вы может быть тоже таблетки пьете И стесняетесь этого Я не стесняюсь Ладно Буду пить Чай с шиповником И доедать свой ужин Ананас Вот так проводит Мой вечер Смотрю Большой брат Да Я люблю смотреть Большой брат По испанскому телевидению Тут он Что-то не заканчивается Большой брат Ви Большой брат До А знаете Почему он так лежит Потому что Потому что Как бы вам показать Вот видите Это теплая подушка У нас там А что он дурак что ли Видите Где тепло Там и спит Да Я что-то мерзну Все В принципе Не так уж холодно Но мне что-то холодно Вдруг как заболею Не дай бог Ну нет Не думаю Просто Просто из душа вышло И свежо мне показалось Так что буду Друзья Хочу вас поздравить Всех С днем Святого Валентина Пожелать вам Много-много Любви Подарков Чтобы вас баловали Ваши любимые люди Человеки Мужчины Женщины Не важно И провести этот день Так как вы хотите Мы его проведем обычно Во-первых Все на работе Во-вторых Не знаю Как-то не привыкли мы Отмечать какой-то день Знаете Как-то Ну Я уже говорила На эту тему Про подарки Буквально Не знаю В прошлом влоге Или в позапрошлом Поэтому Поэтому не знаю Может быть сюрприз Какой И ожидает Меня Фиг его знает Хотя не уверена Ну Вы мне расскажите Что вам подарили Как провели этот день Вообще интересно узнать Как вообще люди проводят Отмечаете ли вы Этот праздник Или нет Мы нет Он как кисель Раскис На этой подушке Так люблю Не могу Всего бы съела Съела бы Без хлеба Не запивала бы Даже Скажи всем Пока 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 Сразу Сразу Такое Все Все Растягивается Тепло Ему Хорошо Тоже тепло Любит Страсть Весь в мамку Всего вам Самого Лучшего И до завтра Всем Пока Пока Пока